МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня на стаде комикс «Фьюри Том 1. Моя война прошла давно» от автора Гарта Эниса и художника Горна Парлова. Мягкий переплет, матовая обложка и 150 страниц, на которых разместились первые шесть выпусков оригинальной серии, а также бонусы в виде перерисовки страниц, на которых была допущена историческая ошибка и скетчи обложек. Экземпляр комикса для обзора предоставлен издательством Alden Comics. На первой странице комикса нас встречает сам Фьюри. Пьяный в стельку, сидя в халате и сжимая в руках сигарету. Он надиктовывает в диктофон то, что он сделал для своей страны. Тут же нас перебрасывает в Индокитай. Фьюри инструктирует по поводу обстановки в Азии. На дворе 1954 год. Ситуация в регионе нестабильна. Усиливается партизанское движение. Иностранный регион не справляется, и Франция просит помощи у Америки. И естественно Фьюри отправляют во Вьетнам, где нужна его помощь в обороне одной стратегически важной точки. По прибытию на место понятно, что задачка довольно нетривиальна. Две сотни сопливых солдат, подходящие к концу запасы патронов, еды, воды и низкий боевой дух, который пытается приподнять немецкий сержант, путем навешивания тумаков подчиненным. Первая половина комикса чем-то напоминает фильмы «Взвод» и «Мы были солдатами». Одним словом, ботайные сцены на твердую пятерку. Хаос, взрывы, беспорядочные стрельба, оторванные конечности – все передано на высшем уровне. Следующий сюжет в этом томе повествует о похождениях Ника на Кубе, и стартует он по шаблону первого арка. Родина призывает Ника Фьюри поучаствовать в шпионских играх на Кубе. В эти мероприятия входит подготовка командос, распитие Рома на яхте с диссидентами и убийство Фиделя Кастро. Разговоры про войну и политику здесь более ритмичны и остры. Кроме того, неожиданно возвращаются персонажи второго плана, которые за годы, прошедшие между первой сюжетной аркой и второй, сильно поменялись и идут против клише. Теперь о рисунке. Если кто-то читал старые комиксы годов так 60-х, то, несомненно, графический стиль будет узнаваем. Атмосферно, словами не передать. С первых страниц веришь, что на дворе 50-е, мир только оправился от Второй мировой войны, когда на пороге уже новый конфликт. Жизнь Фьюри теряет свою простоту и предсказуемость, так же, как и войны, в которых он участвует. И даже гениальный суперсолдат – это всего лишь исполнитель приказов, который мало что решает вне поля боя. Одним словом, отличная серия. Графическое исполнение, сюжет, главный герой, циничный ублюдок Фьюри, задают правильный настрой. Здесь нет какого-то патриотизма, солдаты выполняют грязную работу, нет пафоса и несения демократии, есть борьба за то, чтобы прожить на день дольше. Этот комикс и многие другие вы можете приобрести в магазине Комикс Стрит, ссылка будет в описании. Ну и как всегда, не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы вверх, лайкать и репостить видео ВКонтакте, и заходить в группу ВКонтакте, там я публикую фото-превью новых комиксов, а также вступайте в группу официальной коллекции Комиксов Марвел от Ашет. Все ссылки будут в описании к видео. Информационный партнер Комикс Стрит Комикс Стрит